кто что делает, у кого сегодня как день прошел, мне что-то очень жарко сегодня весь день, я сегодня пошла кстати, я сегодня купила карандаши, мне что-то захотелось очень рисовать, я купила карандаши короче, купила фломастеры и вот рисую, это я рисовала человека, издалека вам покажу, тут короче я рисовала, я хотела нарисовать обнимающихся людей, но не очень пока получилось, блин, свой маникюр весь ужасно засветила, ладно, пофиг, хочу доработать до конца, мне надо научиться рисовать мускулы, я не умею рисовать мускулы, я вообще тысячу лет, если честно, не рисовала, и так, ваш мужчина теперь в Америке завис надолго, к сожалению, ну как завис, он уже когда туда переехал, он получается где-то месяцев 9 назад туда переехал по работе, и сейчас, конечно же, он до сих пор там, потому что по факту он работает, уволил 480 человек, продолжает также работать, осталось их сколько в офисе, 7 человек, по-моему, а офис огромный, там очень много людей, но у них, он остался работать, но ему как бы можно, и вот этим всеми людям, все, всех остальных распустили по домам, и до сих пор он там, как бы домой тоже обратно надо было, если бы кто хочет, хотел как бы обратно домой, то нужно было спецрейсом лететь, то как бы он тоже этого себе позволить не может, потому что его работа, и короче, все там надолго. Так, откроешь себе новую профессию во время карантина? Слушайте, я и токарь, я знаете, я даже не знаю, мне стыдно, я как бы и вроде как и хорошо же рисую, ой, пою, и получается я и рисую, и вообще, блин, токарь, пекарь, ёбарь, пиздобол по жизни, чтец, жрец, надо идти и грец, вообще все, что хочешь. Так, сейчас я вам расскажу, как себя Анна Левченко, ответ интересно очень, я вам сейчас расскажу. Значит, вчера, этого еще, естественно, нету в эфире, вчера Валерий Брюминград сделал предложение Левченко, вот, он вчера сделал ей предложение, так что у них относительно скоро будет свадьба, у них все будет хорошо. Вот. Тата, у вас кто-нибудь из знакомых заболел коронавирусом? Девочки, расскажу вам ситуацию, которая произошла с нашими родственниками, ну как, это вот каренины родственники близкие, муж с женой, они, значит, вызвали скорую, им сказали, что у них пневмония, они пошли сдали все анализы, в итоге оказалось, что у них коронавирус, они платежеспособные люди, они вызвали опять скорую, их повезли по больницам, в больницах сказали, что места нету, они говорят, давайте, пожалуйста, мы готовы заплатить, и все, что угодно, только, пожалуйста, поселите нас куда-нибудь, я вас очень прошу, потому что, говорит, у нас дома маленькие дети, у них реально маленькие дети, они не хотят, чтобы заразить их. На что им сказали, что они были в нескольких больницах, ни в одну больницу их не приняли, нету мест, предложили только в одной клинике лечь в коридоре. Я вот честно вам говорю, я сама была в шоке, это, по сути, это мой первый такой прям близкий случай, который я просто больше не знала никаких, это то, что относительно коснулось нас. Я в шоке от того, что нету мест, вот от этого я в шоке, то, что наше государство не показывает реальные цифры, к сожалению, что наше государство, к сожалению, не показывает реальные цифры для того, чтобы избежать всех трудностей, которые будут после озвучки того, что мы в чрезвычайном положении. Вот это, конечно, очень-очень бедово, печально, ужасно, ужасно, слов у меня других нет. Они находятся в Москве, да, это Москва. У нас в стране все-таки не карантин, а самоизоляция, поэтому при карантине нам бы государство объявило совсем другие условия, при самоизоляции, конечно же, у нас совсем другие условия, поэтому все и молчат. Никому не выгодно рассказывать о том, что у нас полная жопа, что у нас реально нету мест уже в больницах, хотя это только начало, мы якобы еще даже до пика не дошли. И поэтому при самоизоляции мы сидим, по сути, дома, без работы, без денег, и сами отвечаем за все риски, которые могут прийти. Вот. А если бы это был карантин, то, естественно, бы много что ушло бы на плечи государства. Но так как это, в принципе, никому не выгодно, поэтому люди и самоизолированы. Карантин продлили до 15 мая. Слушайте, мне сегодня звонили, если честно. Тата, если будет много... Выключи интернет. Нет, к этому я не говорю. Подождите, что, реально закрыли карантин? Ой, продлили до 15-го числа, и я в шоке. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Шок. Реально закрыли до 15-го числа или до 4-го? Напишите, кто читал новости, смотрел, кто реально смотрел его речи. Я просто сегодня... До 15-го или до 4-го вот сейчас пишут. Я когда-то корма не готова. Ваня дело говорит. Ваня точно нас закроет в интернете и всё, пипец будет. Я сегодня звонила. Просто я смотрела ещё дней 5-6 назад билеты, и я говорила своему, типа, блин, есть билеты, может... Типа, я думаю, блин, есть билеты. Но, конечно, я бы никогда не поехала, потому что я боюсь, потому что Америка сейчас самая такая горячая точка. Это, во-первых. Во-вторых, потом как бы я вернулась обратно. Я думала, если бы там всё начали продлять, продлять, продлять и продлять. Ну, короче, я никуда не поехала. А сегодня я решила посмотреть, есть ли билеты. Нет, всё, уже всё, убрали сайт, уже никуда не улетишь, не прилетишь. И сейчас маму, чтобы отправиться тоже сюда, домой ко мне, нужно ждать, по-моему, более месяца, для того, чтобы она спецрейсом смогла вылететь обратно. До 1 мая пока так, быстрее бы уже открыли работу. Так, в смысле, так и было до 30 апреля. Что, они на один день продлили карантин? До какого реально сегодня сказали, что продлевают? Я просто не слышала, что такое сказали. Нет, мне сегодня позвонили, ну, там я разговаривала с друзьями, не скажу, что, типа, там, где-то сказали, что... Типа, ты слышала, что продлили карантин? Я говорю, нет, не слышала. Так, а где мама? Мама моя в Китае. А, ну, тогда ничего не... Вот кто-то пишет до 30 апреля, кто-то пишет до 15-го. По факту до 30 апреля так и было. То есть мы все знаем эту информацию, нам изначально так её и преподнесли. Официально не продлевал никто. А ну всё, тогда огонь. Тогда у нас попавзу до 30-го числа. У нас до 30 апреля только село Париж. Но у нас пока тоже до 30 апреля. Так, как можно похудеть, перестать есть? Слушайте, я... Ну, начинать, на мой взгляд, нужно с голодовки. Но это же, опять же, моё определённое видение. Для того, чтобы сузить желудок, вообще нужно очистить организм. Ну, как бы это сейчас, может быть, ничто не звучало, но нужно обязательно сделать примерно 3 дня голодания. Потом перейти на соки, потом добавить какие-то лёгкие-лёгкие-лёгкие салаты, типа обжаренного там шпината с кусочками сыра, или где-то там чуть-чуть курочки с гречкой. То есть что-то должно быть очень такое минимальное, очень лёгкое. И, естественно, вот чистить нужно желудок. В первую очередь, когда у тебя получается день голодовки, когда ты начинаешь голодовку, тебе обязательно нужно вывести все шлаки. Вот. И, естественно, когда мы начинаем трёхдневную голодовку, первый раз дольше нельзя голодать, чем более чем трёх дней нельзя голодать. Я вот хочу попробовать когда-нибудь проголодать 7 дней. Больше трёх у меня тоже пока я не делала ни разу. Но что это даёт? Во-первых, это сужает желудок. Во-первых, голодовка иногда очень полезна, потому что некоторые голодовки, они там помогают излечить, лечат множество болезней, там чуть ли плотнее до рака. Ну, то есть плюсы в этом большие есть. Во-вторых, если это очищает организм, во-вторых, нужно будет, естественно, делать, ну, как это слово по-другому сказать, во время голодовки нужно будет делать, ну, просто слово «некрасивая клизма», но в любом случае, в принципе, это естественно. Ну, хоть это не естественно, но ладно. Я больше не буду повторять это слово. Вот, нужно будет полностью-полностью очиститься, у вас сузится желудок, вы начнёте намного меньше потреблять еды, при этом вы начнёте питаться, уже не запихивать в себя весь мусор подряд, там, не знаю, начинают конфеты, шоколады, печеньками, блин, мясом, всем-всем-всем подряд. Просто что-то очень лёгкое попробовать, там, не знаю, и ещё пять дней только на зелёных продуктах, там, только на травах, там. Знаете, с голоду не помрёшь, когда ешь шпинат. Я сама, я обожаю шпинат, думаю, многие люди любят шпинат. Обдаёшь теплом шпинат, добавляешь какие-то, не знаю, креветочки, там, кусочки сыра адыгейского, я люблю добавлять, и всё, у вас шикарнейший салат. Я вчера везде не ела, но ночью съела тёплый салат, вот тот как раз шпинатный. Сегодня что я ела? Сегодня я ела немножко гречки с курочкой, я съела, потом я опять съела шпинат, и всё, больше ничего не ела. Ты права, о небольшой голодовке, это реальная чистка организма и сужение желудка. Сужение желудка, оно обязательно нужно, потому что... чтобы желудок сузился. Нам в этом поможет только меньшее количество потребления еды. Естественно, первые дни, допустим, это голодовка, но это опять же, это я говорю про свой там, про своё видение, да, я никого ни к чему не принуждаю, это я рассказываю про себя, про своё мнение. Вот, то есть получается, ты себя, ты уменьшаешь себе этим самым желудок, а потом ты начинаешь, у тебя очищение полностью организма, ты начинаешь правильно питаться. Естественно, у тебя уже организм, у тебя уже желудок меньше, ты потребляешь умеренное количество пищи. А шпинат какой покупаешь, свежий? Я только свежий покупаю, я терпеть не могу за мороженое. Так, при голодовке организм засыпает, откладывает жирный, я не знаю, у меня ничего нигде не откладывает. Вот, для меня, у каждого, видите, каждому своё. У каждому своё. Я не думаю, что где-то у вас что-то отложится, если вы 3 дня проголодаете, очистите свой кишечник, очистите свой желудок и потом начнёте потреблять правильную еду в плане представляете, насколько голодовка, просто тяжело к этому прийти. Я сейчас к этому давно уже не делала, но, конечно, надеюсь, там какой-то из этих дней карантинных я это сделаю. Но, что вам даёт вообще голодовка? Первые дни очень тяжело, может быть, первый день, первые 2 дня, но потом, потом становится очень легко. Становится не то, чтобы легко, девочки, вы себе представить не можете, насколько вы чувствуете бодрость в теле. Много грязной пищи, так скажем. Наш организм тратит очень-очень много энергии для того, чтобы это всё переработать. То есть он целый день работает для того, чтобы переработать мяско, которое мы съели, чупа-чупсы, конфеты, шоколад, орехи. Ну, всё, не знаю, я просто, ну, я как бы всё подряд могу есть, поэтому, поэтому к этому говорю. Конечно, сначала организму хочется все эти гадости, а потом ему становится хорошо, ему легко. Пить лучше. Я всегда пью, вот как, кстати, здесь девочка пишет, Жанна, Жанночка, привет. Девочки, я всегда пью, вообще уменьшу. Как можно сказать? То есть ты всё равно ешь, это не голодовка, когда ты ничего не ешь, а не когда ты ждёшь, когда солнце зайдёт, и ты пойдёшь поесть. Это не голодовка. Всю жизнь, например, я с самого детства, я сейчас себя в осознанном, сейчас, да, во взрослом возрасте приучаю себя к тому, чтобы начать, приучила себя завтракать. И то это мне с трудом удалось. Я никогда в жизни не завтракала, не обедала. Всю свою жизнь я шла в университет, в школу, я никогда ничего не ела, и ночью я начинала есть. Всё, когда не было солнца. Получается, что я на посту всю жизнь была. Это глупости всё. Ты всё равно, ну, потерпел ты весь день, всё, ночью начинаешь обжираловку свою. Это не то. Да. Я такая же, не могу с утра пить. Я тоже вот прям, ну, мне не лезет иногда. Сейчас, кстати, приучила прикольно, мне стало нравиться. А раньше вот мне прям тяжело это было. Прям вот фу. Так, вы грузинка? Да, я грузинка. Ты пьёшь кофе? Вообще, пью кофе, но в последнее время почему-то я его перестала пить. Считаю, что нужно начать, потому что, когда я пью кофе, оно убирает чувство голода. Только не вот три в одном кофе нужно пить растворимое, а старбакс для своей кофемашины на эспрессо. Но у меня кофемашина сломалась, и я перестала пить кофе. Вообще, перестала пить кофе. Не люблю пить кофе теперь, потому что нету моего старбакса. И, короче, как-то так. Но думала, что сейчас на днях возобновлю пить кофе, потому что из-за того, что я не пила его долгое время, купить, что ты рассказываешь. Нет, это всё создано моим опытом. Не хотите переехать в Грузию? Я никогда не жила в Грузии, вообще никогда в своей жизни, но когда, может быть, откроют, не может быть, а в Грузии? Я вообще планировала, что летом мне хотелось бы поехать туда. Я очень хочу взять кучу экскурсий, познакомиться вообще со своей страной, увидеть красоту своей маленькой Грузии, потому что я плохо её знаю, я там не жила, и, конечно, я как в Грузии. Спасибо. 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 Вчера я уже начала меньше потреблять еды, вот ем только салаты, там, и так далее, и так далее, но сейчас вообще больше есть. Хочу бы вот взяться за фигуру. Нельзя поправляться. Самое главное, девочки, ещё не прохудеть. Похудеть – это не самая большая проблема. Похудеть достаточно легко. Самое главное, чтобы вы задержали этот вес на протяжении хотя бы трёх месяцев, потому что, как ни крути, наш организм, он привык к определённому весу, ему в этом весе, грубо говоря, комфортно, ему в этом весе хорошо, и он начнёт возвращать тело в свой старый вес, поэтому обязательно нужно продержаться не меньше трёх месяцев в определённом весе, и потом уже, то есть, приучить, чем дольше вы будете продерживаться в этом весе, тем дольше вы останетесь в нём, потому что обязательно, обязательно должен организм... В сказке же не живём. В сказке же не живём. Так, у меня 45 килограмм, мне очень сложно поправиться. Слушайте, я не знаю, для меня такой проблемы нет, чтобы было сложно поправиться, я не знаю, где такую... Я бы сходила к бабке, блин, какой-нибудь, где-нибудь я... Чтобы у меня заклинание какое-нибудь рассказали, сделали, чтобы я тоже не поправлялась. Честно, я тоже поменять, Кристина, да, вот с кем мы разыгрываем все подарки, она поставила эту мою фотку на страничку «Та-то блюм подарки», я думаю, блин, как красиво смотрится, решила себе тоже поменять, поставила её себе везде, теперь мне очень нравится. Вот, поэтому... И ещё, девочки, просто сейчас этого всего нету, конечно, крутая штука... ...массажная, очень тяжело мне делать, это очень больно, это надо такие силы иметь, это очень больно делать, но... LPG-массаж, это невероятно крутая штука, особенно, если крутой аппарат, действительно, действительно помогает, ну, естественно, вместе с правильным питанием, вместе с ходьбой, потому что просто тоже лежать, сидеть нельзя, это... кстати, по поводу волос, когда очень сильно начинают прям сушить, сушить волосы, вот, когда они прям уже супер сухие, я всегда делаю эту штуку, кстати, тысячу лет её не делала, надо пойти сегодня купить маску, у меня сейчас маски нет, нужно купить, знаете, какую-нибудь маску, да, в принципе, и бальзамом можно, но самое главное, лос для повреждённых, это очень помогает, попробуйте, ну, лично мне помогает, опять же, я не знаю, мне помогает, мне нравится, я люблю, я так делаю, умею, практикую, грубо говоря, вот, поэтому попробуйте, нанесите там, всё, что у вас дома есть, бальзам, маска, что-то из этого попробуйте, реально круто делает, за ночь, он из-за того, что как бы мы держим, считайте, эту маску или бальзам, ночь, а плюс мы ещё, да, даём голове, волосам тепло, вот, и всё, и круто, волосам, 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 волосам будет очень хорошо, вот, я так делаю, с плюс маской всю ночь, а на утро нужно вымыть обязательно кондиционер, чтобы запечатать маску, да, это, конечно, сто процентов, но я просто себя так делаю, просто, вот, как-то так, ладно, короче, девчонки, я вас сегодня покину, я буду завтра с вами в эфире, кстати, мы завтра с Машей Кахну хотим сделать такую штуку, правда или действия, как-то так оно называется, я ещё ни разу в такой не играла, но в любом случае буду готовиться к завтрашнему дню, поэтому буду с вами завтра практически весь день, я вас очень люблю, очень люблю вас, спасибо вам за всё, что вы со мной, кстати, кто ещё не знает, вот у нас сейчас 300 человек сидит, у меня сейчас проходит конкурс, розыгрышей, у нас осталось всего лишь 490 мест, условия конкурса, они очень простые, нужно зайти ко мне на страничку и добавить всех тех людей, на которых подписана я, я вам сейчас наглядненько это покажу, так, открываем мой, где, вот он, мой инстаграм, заходим ко мне на страничку, вот у меня здесь подписки, и подписываемся на всех людей, на которых я подписана. Эфир завтра с розыгрышем будет в 8 часов вечера, как и всегда, каждый день в 8 часов вечера мы начинаем наш розыгрыш, поэтому я вас всех целую, пока-пока, желаю всем удачи, чао. Муа!